Приветствую вас. По вашему описанию, конечно, получается так, что мужчина вас использует, потому что он так поступал как-то вот изначально, да, то есть изначально он вёл себя таким образом, что признавал к вам и так далее. И действительно, на мой взгляд, он вас использовал, хотя бы потому что, по сути, все ваши интересы, да, сводятся только к сексу и всё, и больше, в принципе, ничего. Поэтому мне кажется, что, да, мужчина вас использует. Вам как минимум стоит прекратить с ним сексуальные отношения, если вы сомневаетесь в том, что он делает это как одно из проявлений любви. Также сексуальные отношения стоит прекратить, если вы, к примеру, чего-то ждёте от себя в этом контексте. На мой взгляд, это два важных момента, это два важных аспекта, которые я хотел бы до вас, собственно говоря, донести. Другой вопрос, который меня, на самом деле, очень заинтересовал, это то, что вы, несмотря на его негативное отношение к вам, пока вы болели, да, назовём это так, пока вы болели, не смотря на негативное отношение к вам, вы ещё больше к нему привязали. То есть такое ощущение, что, чем более живоскоп парень к вам относится, тем больше вы к нему привязываетесь. И подобная история говорит о том, что вам, ну, собственно говоря, внимание-то хочется к себе. Вам хочется внимания, вам хочется ласки, возможно, вам даже и секса, в общем-то, хочется, что вполне естественно. Но самое главное, конечно, я так подозреваю, самое главное, это не секс, конечно же. А самое главное, это то, что вам мужчин даёт. Даёт он вам не что иное, как своё внимание и общество. И вот ради этого вы, возможно, и готовы стерпеть все его какие-то не самые хорошие вещи, не самые хорошие элементы в отношении к вам. Значит, о чём, как правило, говорит подобная история? Вот именно подобная история. О чём, как правило, она говорит? Подобная история, как правило, говорит о том, что вам не хватает любви. К сожалению. Именно вам не хватает любви. Вот. И вы самое что главное, вам не просто не хватает любви, а вы в силу особенностей своего, к примеру, развития, в силу особенностей своего воспитания, возможно, вы ориентируетесь только на негативное проявление этого самого внимания к себе. То есть, где-то как-то вы, по-видимому, склонны себя обесценивать. Где-то как-то, по-видимому, вы склонны считать, что вы плохая, что вы недостойны, к примеру, ну и, в общем, так далее. И вот, считая так и позиционируя себя так, вы привязываетесь к своему, ну, к своему молодому человеку, да, потому что он ведёт себя с вами привычным образом. И в этом моменте мне хотелось бы Водать вам один вопрос. Вот как, как вы воспринимаете любовь? Как вы воспринимаете отношения, как вы воспринимаете, к примеру, внимание к себе? На мой взгляд, это очень важная история. Если вы внимание к себе в глубине души воспринимаете именно как конкретно что-то негативное, если вы внимание к себе воспринимаете как обязательно некий такой негатив, связанный, связанный, к примеру, с унижением, там, с чем-то ещё, да, если вы склонны так считать, что, соответственно, вам требуется корректировка вашего отношения к себе. И в отношении с мужчиной вам вступать категорически не рекомендуется, по крайней мере до тех пор, пока вы не будете считать себя лучше, считать себя, пока вы не начнёте считать себя самой лучшей, пока вы не начнёте считать себя самой-самой-самой-самой, вот, я боюсь, что вам, ну, нельзя вступать в отношения, вот, в отношения, вот, ну вот никак, к сожалению. Конечно, вы вправе, да, со мной не соглашаться, вы вправе меня не слушать, вот, но это уже на самом деле немножко другая история. Вот, вы же к нам, к нам пришли, я так полагаю, за советом, вот, если вы пришли к нам за советом, то, соответственно, надеюсь, что к данному совету вы прислушивайтесь, прислушивайтесь. Вот, ну, там о чём я говорю, вот, вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, вот. Вы пишите, что, значит, он приносит, вы по сей день имеете много общих интересов, это вы пишите, но каких интересов общих много вы имеете? Что это за интересы такие? Чем обусловлено то, что вы, как вы говорите, сломались и начали ему отвечать? Ведь не произошло же это просто так, ну, на ровном месте, правильно? Все эти вопросы нужно выяснить, если, если. Обратите внимание, обратите внимание на свою привязку, на свою привязку к молодому человеку. То есть, я хочу, чтобы вы адекватно оценили то, как вы его воспринимаете, и то, что вы от него хотите. Вот своего молодого человека. Я хочу, чтобы вы адекватно это оценивали, я хочу, чтобы вы адекватно к этому отнеслись. Потому что, если вы хотите от него чего-то, но есть сомнения, к примеру, что он может вам, допустим, это дать, вот. Если у вас есть сомнения, если у вас есть сомнения, что он может вам это дать. Что в таком случае, на мой взгляд, вам необходимо все-таки, все-таки от него абстрагироваться. На мой взгляд, вам стоит от него отдалиться. Вот. Общаться как друзья, может быть. Вот. Но ни в коем случае не... Пытаться... Вот. Строить с ним отношения, тем более, заниматься так. Вот. Еще раз повторюсь, только при условии, если вы знаете, что хотите от него, к примеру, да, ну, чего-то другого. Чего-то такого, что он вам дать не может. Либо это под сомнением. Вот. Отдельно я хотел бы, чтобы вы определили свое отношение к себе. То есть, ну, вообще, в принципе, как вы себя воспринимаете. Вот. Потому что есть у меня такое ощущение, да, что, ну, далеко не с самым лучшим опытом вы к себе относитесь. Почему-то мне так кажется. Вот. Я, конечно, могу ошибаться. Вот. Но, по моему мнению, это так. Если вы относитесь к себе не очень хорошо, то, соответственно, это тоже то, что необходимо. Прорабатывать. Вот. Прорабатывать и менять. Вот. А менять это возможно только через индивидуальную терапию, только через личную консультацию. Вот. А. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, значит, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго, самого доброго и удачи вам. Спасибо.